Дорогие друзья, уважаемые читатели, земляки и гости Усть-Каменогорска! Библиотека имени Пушкина рада от души поздравить вас с нашим общим праздником – днём рождения нашего любимого города. Этому знаменательному дню мы посвятили нашу выставку «Усть-Каменогорск. Гордость моя». Усть-Каменогорск принадлежит числу старинных городов Казахстана. Известная нам история города началась в XVIII веке. Что же касается знаменитой крепости, то вспомним, как Пётр I отправил экспедицию под руководством гвардии майора Ивана Михайловича Лихарева с целью отыскать золотоносные месторождения. Крепость стала одним из опорных пунктов Иртышской линии укрепления. Советую обратить ваше внимание на книгу «Статей и очерков» нашего земляка, известного писателя, королеведа Станислава Евгеньевича Черных. «Начало положило крепость». Но здесь, разумеется, речь идёт не только о постройке знаменитой крепости, но и о расцвете нашего города. Собственно, все, наверное, знают, что в 1939 году нашему городу был присвоен статус областного центра. А бурное развитие уже началось после Великой Отечественной войны. То есть стала подниматься промышленность. Сюда приехало очень много специалистов, первоклассных специалистов. То есть город приобретает статус промышленного центра. Что касается улиц нашего города, каждый любознательный человек наверняка задавался вопросом, в честь кого, почему названа та или иная улица. Вот наша библиотека стоит на улице Казахстан. Раньше она носила своё имя в честь Якова Васильевича Ушанова. То есть он относится к плеязи знаменитых людей, которые устанавливали в нашем городе советскую власть. А когда-то, давным-давно, улица Казахстана или улица Ушанова носила название Никольская. Ну, вообще говоря, в этом сборнике речь идёт о многих и многих знаменитых улицах. И о знаменитых людях, в честь которых эти улицы названы. И герои Отечественной войны, и учёные, и поэты. То есть пройдитесь вместе с этим путеводителем по улицам нашего города. А лучше просто пройдитесь и задумайтесь. Откройте для себя много-много интересного. А для самых-самых любопытных и любознательных Галина Афанасьевна Щербик написала книгу «Ость каменогорские предания». Представьте себе, вот сейчас мы живём почти что в мегаполисе, а ещё каких-то сто лет назад. Это был такой уютный, милый, но совсем провинциальный-провинциальный городок. Но, тем не менее, в этом провинциальном городке бурно кипела культурная и литературная жизнь. Естественно, сведения об этом можно почерпнуть как в библиотеках города, так и в нашем архиве. Воспоминания, живые свидетельства, живой памяти горожан, жителей нашего города. Настоящим подарком и украшением нашей выставки стал вот этот альбом. Я полагаю, что будут изданы и последующие тома. Хотелось бы, конечно, летопись города Усть-Каменогорска. 1600, обратите внимание на даты, 1654-1918 год. То есть, это не просто голые цифры, как говорят, сухие факты, а это лица людей, которые когда-то жили в нашем городе, которые, собственно, и создают его историю. Это настолько замечательная книга, то есть из неё можно очень-очень много интересного почерпнуть. Как же жил Усть-Каменогорск сто и более лет назад? Хотелось бы также представить очень интересную работу Ирины Васильевны Дурново, известного архивиста нашего города, сквозь призму документа. Эта книга, она также продолжает тему живых свидетельств, живых воспоминаний людей, участников тех или иных исторических событий, произошедших в нашем городе и в области. Книга будет интересна не только специалисту, но и каждому человеку, любящему наш город. Особого внимания заслуживают альбомы. Их несколько. В 2000 году был издан альбом, который так и называется «Усть-Каменогорск на рубеже тысячелетий». Культурная, промышленная, образовательная жизнь нашего города. То есть все, что составляет мозаику жизни Усть-Каменогорска, составляет его неповторимое лицо. Не меньшую ценность представляет книга «Усть-Каменогорск современный». То есть эти два альбома, они как бы дополняют друг друга. Наш город богат талантами. И мне бы хотелось отдельно сказать о том, что в нынешнем году, летом, в нашем городе отмечалось 30-летие со дня основания Восточно-Казахстанского музея искусств. И вот этот альбом, который так и называется «Восточно-Казахстанский музей искусств», это каталог живописи. То есть здесь представлены очень-очень многие местные художники, знаменитые местные художники. Одно из первых имен – это имя Леонида Евтихевича Агейкина. Не только художника от Бога, но и живописца, который воспитал целую плеяду замечательных деятелей искусства. Наш город богат не только художниками, графиками, скульпторами. У нас много и очень интересных писателей. И вот серия книг Алтын-Тамыр «Библиотека литературы Восточного Казахстана». Здесь вы видите представленные работы Серика Габдулина, Бориса Щербакова, Павла Пивоварова, Мингали Мусина. Поистине наш край щедр и богат талантами. На выставке также представлен очень интересный буклет, который называется «Памятные места русской литературы в Усть-Каменогорске». Жители нашего города, ну, гости тоже, я думаю, проходя по улицам Усть-Каменогорска, наверняка обращали внимание на памятные доски, на стенах некоторых зданий нашего города. Это говорит о чем? О том, что в том или ином доме проживал тот или иной писатель или же, возможно, в свое время собирался какой-либо литературный кружок, литературное общество. Это настолько интересно, так что очень советую обратиться и к этому источнику. Если кого-то интересуют более подробные биографии деятелей культуры и искусства, их можно найти в базе «Восточный Казахстан. Известные имена» нашей библиотеки. Друзья, я всем вам желаю всего самого наилучшего и еще раз поздравляю с нашим общим праздником. Пусть наш город растет, развивается и крепнет. И пусть его история станет еще интересней и ярче. Пусть он радует нас каждым днем. С праздником!